Сегодня мы послушали наших гостей внимательно. Говорят, они говорят дипломатическим языком, но конкретно ничего не сказали. Мы знаем, кем они посланы. Россия нас отвергла в 1783 году, когда по кучу кайнаржийскому мирному договору Крымское ханство было объявлено независимым государством международными европейскими странами и самой империей российской. Нас второй раз через 9 лет в 1783 году нарушив все законы, напали и захватила Российская империя, Крымское ханство. Уничтожит нашу государственность. Второй раз они поставили в Крымской войне в 1853-1856 годы, заставили наш народ покинуть. Почти 300 тысяч семей покинули. Это был второй исход. И когда после революции декрет Ленина Калининам и Янукидзам подписанный, в 1944 году уничтожили и весь крымско-татарский народ от малого до великого выслали из Крыма, обрекая нас на голодную смерть. И при том они это сделали на рассвете, когда мирно спали народ. Наши отцы и братья защищали советскую власть, а советская власть обрекла их сыновей, детей, матерей, сестер, нас голодную смерть загрузил в огонь и скотские. Не мы отвергали Россию. Россия нас трижды отвергла. Я лично не верю в Россию. Сегодня они нам дадут декларацию и скажут, устраивайте свою жизнь, как в 17-21 году. И через 3-4 года все заберут. И вы будете рабами, потому что они считают нас какими-то предметами неодушевленными и будут переставлять с одной страны, то в другую страну. Нас в 90-е годы приняла Украина. Да, они полностью удовлетворили наши требования. Да и сама Украина еще на ноги не встала. Мы вместе с Украиной, надеясь, встанем. Теперь все признал. Все. Их международное общество. Поэтому... 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 Не надо играть кошки-мышки. Надо честно, открыто говорить. Не мы отвергали Россию. Россия нас отвергла трижды. Но сильно мил не будешь. Салон, на голос.